Не так давно наши коллеги с Первого радио запустили любопытный проект под звучным названием «Зажигайз». Участвуя в нем, можно выиграть абонементы на посещение тренажерных залов, сертификаты на покупку спортивного питания и многое-многое другое. Чтобы узнать, как получить все эти призы, мы отправимся к ним на 17 этаж. Идея для этого спортивного проекта родилась в этом кабинете. Коллектив шоу «Утренний фреш» хотел придумать такой конкурс, который был бы не только интересным, но и полезным. В итоге к акции «Зажигайз» присоединилась и вся команда нашей программы «Утренний эфир». Теперь мы еженедельно будем рассказывать вам о новых победителях и о спорте в жизни приднестровцев в целом. Цель данной акции – привлечь внимание к спорту и здоровому образу жизни. Поначалу у радиоведущих была боязнь, что откликнется немного людей. К счастью, опасения были напрасными, ведь чтобы поучаствовать, нужно выполнить несколько нехитых действий. Инструкция. В общем, делайте фотографию, как вы занимаетесь спортом. Абсолютно любым. Это могут быть танцы, это может быть боксирование, это может быть в спортзале, или вы просто бегаете по утрам с наушниками. Загружайте ее в нашу любом ВКонтакте, группу «Утренний фреш». Далее подписывайте хэштег «Зажигайз». Далее, конечно же, вступайте в нашу группу. Эту же фотографию размещайте у себя на стене с текстом «Я участвую» и также хэштег «Зажигайз». Все. Вы уже участник акции. Ждите, результаты будут в конце этой недели. В понедельник определяем победителя и далее уже стартует следующая неделя. Первого победителя уже определили. Выиграл Денис Зюзин вот с этой фотографией. Мы решили познакомиться с его спортивной семьей поближе. Глава семейства лет пять назад начал активно кататься на велосипеде. На своем железном коне он добирается из дома на работу и обратно. Остановить его может только не погода, ливень или снег. Постепенно начал перевивать любовь к спорту и своим детям. Все началось со старшей у меня. Мы с ней... нам подарили велосипед. И я ее начал учить кататься. Как бы как раз вот юность была перекрыта, улица дороги на ремонте. И вот на этой дороге, на новой, накатанной, ее научил кататься. Потом нас позвали в клуб по катушке. И первая дистанция для нее была это до лагерей в Спартак за мостом. Она преодолела как бы на одной скорости. Причем у нее был велосипед простенький. Сын в свои три года почти не отстает от папы. Правда, до велосипеда еще не дорос, пока катается на беговеле. Уж этим транспортом он овладел в совершенстве. К слову, Денис выиграл месяц тренировок в тренажерном зале с персональным тренером. Пока планируется, что проект «Зажигайз» будет длиться до конца июня. Но организаторы предполагают, что при удачном сечении обстоятельств он может продлиться. Участникам ждет много интересных призов. От сертификатов на покупку спортивных вещей и питания до абонемента на занятия Тумбао. Помните, что в неделю можно загрузить только одну фотографию. Если снимков, которые вы хотите показать стране, больше, можете объединить их в общий калаш. Мы общались с ребятами, которые участвовали в первой неделе. И некоторые говорили, да нет, я не буду грузить свою фотографию, я все равно не выиграю, потому что я просто в спортзале, а там парень прыгает с парашютом или же на вейкборде. Нет, это совершенно не показатель того, что если человек качается всю жизнь, он качок или же он парашютист, то он будет нашим победителем. Нет. Важны эмоции, важно то, что человек вкладывает или может как-то там интересно повернулся. Вот, например, у нас одна финалистка в полете с ракеткой. В принципе, ничего необычного в ней нет. Она настолько нас очаровала и настолько очаровала людей, кто потом за нее голосовал, что да, она стала финалисткой. Да, не победительницей, но финалисткой. Так что дерзайте, и, возможно, следующим победителем станете именно вы. Занимайтесь в спортзале и у себя изготавливайтесь!